Это 5 минут о выборах. Мы рассказываем о всех тонкостях избирательного процесса для того, чтобы вы, наши телезрители, 18 сентября 2016 года сделали верный для вас выбор. Выборы в Госдуму проводятся по так называемой смешанной системе. 225 депутатов выберут по одномандатным округам. От Коми пройдет тот, кто наберет больше всего голосов. И 225 по пропорциональной системе. Количество мандатов партий в Думе напрямую зависит от числа проголосовавших. От нашего региона по спискам Госдумы выдвинуто 14 претендентов. Это представители партии «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР, «Яблоко», «Коммунисты России», «Патриоты России». А вот среди одномандатников конкурировать между собой будут 5 кандидатов. Леонид Литвак, «Коммунисты России», Иван Медведев от «Единой России», Олег Михайлов от КПРФ, Татьяна Саладина, «Справедливая Россия», Иван Филипченко от ЛДПР. И это минимальное количество претендентов на депутатский мандат в целом по стране. Кроме нашей республики такая же ситуация сложилась на территории Чечни, Чукотки и в одном из одномандатных округов Кемеровской области. На кресло главы «Комми» претендует 5 кандидатов. Это временно исполняющие обязанности руководителя республики Сергей Габликов, пенсионер Леонид Мусинов, директор издательского дома «Комми» Вячеслав Попов, замгенерального директора ООО «Шоколад» Андрей Питков, помощник депутата Госдумы Иван Филипченко. Они прошли муниципальный фильтр, собрали подписи депутатов всех уровней. За месяц до выборов председатель регионального избиркома Дмитрий Митюшов провел большую пресс-конференцию, где рассказал об особенностях этой избирательной кампании. Так проходит она достаточно спокойно, претензии к организаторам выборов, ни от граждан, ни от кандидатов и партий не поступало. В регионе выдано уже более полутысячи открепительных удостоверений. Напомним, получить такие документы можно в территориальных избирательных комиссиях региона по 6 сентября, а 7 по 17 число этого же месяца в участковых избирательных комиссиях. Также на встрече журналистам представили оригинал макеты бюллетеней по предстоящим выборам главы Коми и депутатов Госдумы по федеральному списку и одномандатному округу. Вот, в принципе, оригинал макет избирательного бюллетеня, который будет использоваться, он уже отдан в печать в Коми-республиканскую типографию. Здесь приведены наименования 14 политических партий, согласно жеребьевке, проведенной Центральной избирательной комиссией Российской Федерации. Приведены кандидаты, включенные в общефедеральную часть списка соответствующего, и кандидаты, которые соответствуют Республике Коми. И избирательный бюллетень для голосования на досрочных выборах главы Республики Коми. Тоже уже оригинал макет сверстан. Здесь, как вы видите, тоже 5 кандидатур. А почему этот избирательный бюллетень больше, тоже надо обратить внимание. Вот вроде бы 5 кандидатур сам, 5 кандидатур здесь. А бюллетень на выборах главы Республики Коми исполнен на двух языках. На русском и на Коми-языке. Коми-республиканская типография начала печать избирательных бюллетеней к предстоящим выборам. Первая партия уже отправлена поездом в избирательные участки Инты и Воркуты. Всего же изготовят порядка 700 тысяч бюллетеней для выборов в Думу и столько же для выборов главы Коми. Кстати, подделать такие документы практически невозможно. Они защищены голографической маркой, мелким шрифтом и защитной сеткой. Предстоящие выборы сложны и многоуровневые. Поэтому у жителей Коми все еще остаются вопросы, касающиеся избирательной кампании. В ходе прямой линии активное избирательное право в общественную приемную главы Коми дозвонили с десяток граждан. Причем как со столицы республики, так и с самых отдаленных уголков региона. Открепительное удостоверение, расположение фамилий, кандидатов и название политических партий в бюллетенях. Досрочное голосование, условия для людей с ограниченными возможностями на выборах. Эти темы, по всей видимости, больше всего интересует региональный электорат. Я хотела задать вопрос такой, касающийся людей с ограниченными возможностями. Как будут создаваться условия для голосования? У нас в данном случае разработано два механизма. Первый механизм. Если избиратель по состоянию здоровья, ограниченных физических возможностей, инвалидности, не может сам прибыть в помещение для голосования, проголосовать, он обращается устно, либо письменно в участковую избирательную комиссию с заявлением об обеспечении возможности проголосовать вне помещения для голосования, то есть на дому. В таком случае человек сможет выполнить свой гражданский долг в привычных домашних условиях. Члены участковых избирательных комиссий по заявлению сами приходят на дом с бюллетенями и переносным ящиком. Кроме того, избирательные комиссии постараются создать все условия, чтобы процедура волеизъявления прошла максимально комфортно и для тех категорий граждан с ограниченными возможностями, кто в силах самостоятельно прийти на участок. Сейчас прорабатываются вопросы по переводу помещений для голосования на первые этажи, оборудованию зданий пандусами, тактильными указателями трапами. В единый день голосования 18 сентября 2016 года гражданам, имеющим ограничение функции зрения, будет предоставлена возможность проголосовать самостоятельно с помощью специальных трафаретов, выполненных шрифтом Брайля. Граждане также смогут воспользоваться лупами, а также специальными трафаретами с прорезями. Кроме того, на сайте избирательной комиссии Республики Коми функционирует раздел для слабовидящих. Партнерами избирательной комиссии Коми в вопросе реализации гражданами с ограниченными возможностями о своих конституционных прав выступают волонтерские объединения. В день голосования мы организовываем работу волонтеров на тех площадках, где обычно приходят голосовать люди с инвалидностью. В прошлом году стоит отметить, что уже такой опыт был. Соктовкарский государственный университет обеспечивал помощь волонтеров на модульных площадках, где были также предоставлены и пандусы, и все необходимое. Мы же в этом году расширим и по тем участкам, где нет таких приспособлений, но помощь все-таки нужна. Сейчас также решаются вопросы об организации питания волонтеров и предоставления им транспорта. В избирательной комиссии Коми заработала горячая линия. Специалисты готовы ответить на все ваши вопросы, касающиеся порядка голосования 18 сентября 2016 года. Стоит отметить, что первые звонки от граждан республики начали поступать еще задолго до начала работы горячей линии. Проконсультироваться, не выходя из дома, может любой желающий. Ежедневно с 9 утра до 5 вечера, а в день голосования с 8 утра до 8 вечера. Телефон 202840. Стоимость междугороднего звонка определяется тарифами организации связи. Всю информацию о выборах депутатов Государственной Думы и досрочных выборах главы Коми вы найдете на сайтах избирательной комиссии республики. Адреса вы видите на экране.